Что-то говорить. Так, добрый день, здравствуйте. Мы тут немножечко задержались с подключением. Всем привет, девчат. Сегодня у нас четверг. Мы, как всегда, в четверг встречаемся в прямом эфире. Я тут несколько типсиков подготовила. Здравствуйте, добрый день. Ага, ну, значит, все пошло, все включилось. Так, ну, вот это наше сегодняшнее задание. Начнем с общих фраз и выражений. Значит, сегодня у нас, я уже сказала, четверг. В два часа дня мы всегда встречаемся в прямом эфире. Сегодня буду с вами, как всегда, я. Меня зовут Наташа Коклюгина. Я живу в городе Ростове-на-Дону и работаю в школе Екатерины Мирошниченко в городе Ростове-на-Дону. Значит, ну, быстренько представилась, потому что я этот мастер без лица. Сейчас все учат с Инстаграма везде-везде, что надо там не бояться, не стесняться. Я считаю, что мы же с вами по делу собрались, правильно? Не лица друг другу показывать, а как помочь мастеру облегчить его работу. И, значит, сделать быстрые дизайны. И вот в сегодняшнем моем задании сделать варианты дизайна, значит, с помощью набора. Так, сейчас мы... Называется набор Дольче. Значит, это такой сет, да, наборчик. В таком красивом, такой прозрачной косметичке. Такое вот зависло. Здравствуйте, Наташенька. Так видно меня? Написали, что зависло я. Зависло. Я зависло. Здравствуйте, всем привет. Ну, я надеюсь, что сейчас кто-нибудь нам махнет рукой и скажет, что у нас все в порядке. Итак, ну, я потихонечку буду продолжать. Значит, в сегодняшнем моем задании было сделать, значит, варианты дизайна с помощью набора, в который входят не только гель-лаки, но и декорации. Все отлично нам написали и замечательно. Так, я сейчас тоже свой телефон поставлю на режим, чтобы не беспокоили. Так, все, включила. И телефон положила рядом, потому что мне очень хочется показать вам кое-что, что связано с этим набором. Итак, набор Дольче. Значит, здесь у нас входит сюда 4 гель-лака. 4 гель-лака. Я перед началом взяла даже покрыла, вот 3 цвета успела покрыть, 4 цвет не успела, поэтому сейчас вместе с вами покроем. Вот такой вот зелененький еще цвет гель-лака входит в наборчик Дольче. Значит, ну, чем хороши гель-лаки из набора? Да тем, что, конечно же, ложатся очень плотно, ложатся плотно даже в один слой. В один слой и очень хорошо и быстро просыхает. Ну, вы знаете, в любом случае, каким бы плотным гель-лак не был, я все-таки бы, я всегда в работе, ну, не так часто я работаю, много работаю, да, больше, конечно же, вот таких вот творческих каких-то мастер-классов, семинаров и так далее. Но я бы все равно рекомендовала бы наносить гель-лаки тонким слоем, в два слоя делать покрытие и каждый слой просушивать не менее 30 секунд. Так, ну, после этого, конечно же, все это дело покрываем топом и, значит, любуемся на красоту цвета. Так, я тут попыталась быстренько найти глазами. Так, ну, вот, например, Текласс, почему бы и нет. И перекрыть ноготочки Теклассом. Так, я надеюсь, что свет у нас хороший. Значит, четыре цвета. Фиолетовый оттенок я сейчас покрываю просто топом. Вот такие вот красивые, яркие цвета. Так, просушиваем, перекроем зеленый цвет. Я в прямом эфире просто покрываю цвета, которые входят в набор Дольче. Ну, я думаю, нетрудно догадаться, что Екатерина Николаевна собрала этот наборчик по мотивам, конечно же, модных всяких показов модного дома Дольче Габбана. Вот, ну, а если вы хоть раз видели показы от Дольче Габбана, вы видели, наверное, эти красивые, цветастые, с огромным количеством цветных камней, варианты одежд. Одежды, да, вот так будем сговорить. И все цветочки, камушки, украшения, брошки и так далее. Здравствуйте. Висит. Здравствуйте, я висю? Я надеюсь, что все-таки я не висю. Ну, хорошо, что если даже висю, я хотя бы перекрою сначала вот так вот все типсики топом. Итак, значит, четыре цвета. Только что перед вами все это выкрасила. Зеленый цвет. Грин. Да, вот такой вот пурпурный цвет. Черный цвет. Он идет с таким легким шиммером. И розовый. Дольче пинг. Дольче блэк. Дольче грин. Вот, видите, четыре цвета. Так, четыре гель-лака. Что еще входит в набор? В набор входят декорации, девчат. В набор входят декорации. И декорации, как такие тоненькие, плоские. Вот такие вот, видите, по мотивам модных показов. Леопарды. Ну, резаные бумажки, потому что делала варианты образцов для вас. Значит, леопарды. Вот такие белые цветы. Видно? Красные цветы. Все такое яркое, как положено. В Ростове-на-Дону и вдоль Чагабана. Так, цветочки вот такие фиалки. Розовые, фиолетовые. И вот больше всех мне, конечно, понравились кружева. Видите, я тут целый кусок сделала, как бы употребила в пищу. Так, и так получается у нас раз, два, три, четыре, пять вот таких вот плоских слайдеров, да, переводных картинок. Теперь сюда же входят слайдеры с камушками разноцветными, как положено в городе Ростове-на-Дону и вдоль Чагабане. Цветные камушки, всякие разные бантики с камушками, да, вот такая бренда, вдоль Чагабана, вот этот вот обозначающий значок. Но он, конечно же, не точка к жизни, он просто похож на него, конечно же, просто похож. Вот такие камушки, украшалочки, брошечки. Так, вот такие вот очень красивые, мне очень сильно понравились вот эти цепочки с камушков. Это объемные слайдеры, да, это камушки находятся на бумажке, да, они объемные, то есть 3D или 5D, как хотите, обзовите. Вот такие интересные варианты. Тоже, видите, вот целый кусок отсюда взяла. Ну, и вот такие вот с крестиками, ну, на любителя, скажем так, на любителя, но камушки очень классные. Я вон там где-то в образце, знаете, как сделала, мне, например, крест вот как-то так не очень заходит. Я просто взяла, боковые камушки обрезала, и получается просто как брошечка, как украшалочка, которую можно распределить, ну, расположить непосредственно там где-то посрединке или сбоку ноготочка. Так, теперь, значит, что сюда еще входит? А сюда входит очень важный момент. Здесь лежит вот такая вот карточка, девчат, вот такая бумажная карточка и с QR-кодом. Приготовила свой телефон для чего? Для того, чтобы показать вам, как здорово, когда ты, например, покупаешь какой-то набор гель-лаков, вот даже с декорациями, да, большим количеством, и ну растеряешься, господи, куда это все прилепить, как это все закрепить и вообще понравится ли мне или нет. То есть понятно, что набор, он такой специфический набор. Цвета довольно-таки яркие, хотя вы знаете, сейчас я их вот уже покрыла же топом. Лето, лето, зеленый цвет, розовый цвет, видите, такой красивый фиолетовый цвет. Вот, ну, черный цвет, это, я считаю, что цвет всех времен и народов. Вот, значит, яркие цвета, конечно же, к лету очень классно пойдут, потому что все равно в тренде и зеленый цвет в одежде, и розовый яркий цвет очень красиво смотрится, и рубашки, и брюки, и капри, и так далее, шорты. Вот, поэтому, как бы, конечно же, сами цвета, они подойдут, конечно, сейчас вот в мае, июнь, июль, август, конечно, замечательно, шикарно. Эти цвета, конечно, будут у вас очень ходовыми у клиентов, но, значит, все равно мы делаем акцент вот на чем. Когда вы покупаете какой-то набор, топ-ультрашайн, можно эмпасту наносить. Значит, Марина у нас тут спрашивает сразу, я тут глазаж поднимаю, проверяю. Так, все ок. Так, все замечательно, все работает хорошо, присоединились, присоединились. Здравствуйте, обязательно между слоями топом перекрывать, а база. Так, обязательно между слоями топом перекрывать, а база. Виктория, я не совсем поняла вопрос, но я говорила про два слоя покрытия, то есть вы на базу, на просушенную базу наносите первый цвет. Первый слой цвета просушите 30 секунд, второй слой наносите, просушите, закрываете топом. Я зачем между слоями топ немножечко не поняла, вероятно, я. Добрый день, присоединяюсь. Наташа, скажите, на топ ультрашайн можно эмпасту наносить? Марина спрашивает. Марин, я считаю, что не нужно этого делать. Если там совсем чуть-чуть, где-то чего-то тоненькое, можно. Все почему? Потому что лучше все-таки рисовать по теклосу, либо по матовому топу, потому что гель-лаки – это пористый материал, и сцепление все равно происходит, несмотря на то, что вы эмпасты рисуете по готовой поверхности. Вот ультрашайн, он как стекло, и я считаю, что будет большая вероятность того, что эмпаста сколется все-таки с ультрашайна. Но опять же, смотри, как клиент носит, понимаете? Некоторые носят так чистенько и аккуратненько, что не подкопаешься, а некоторые сносят и 5 и 10 слоев этих топов и так далее. Поэтому я бы не рекомендовала. Так, все, ответила на вопрос и возвращаюсь вот сюда. Итак, чем хорош набор от компании «Уми»? Значит, кроме того, что вам предлагают в работу гель-лаки, мало того, что вам предлагают в работу декорации, вам предлагают в работу готовые варианты дизайна. И если взять набор и пройти по вот этому QR-коду, сейчас мы вот с вами буквально, я попытаюсь это продемонстрировать, если честно, это очень такая занятельная, занимательная, залипательная процедура. Так, сейчас, 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 так вот так. Значит, я перехожу по ссылочке. Так, сейчас, сейчас, девчата, секундочку. Так, сфотографируйте, пишет мне. Так, переходим по ссылочке. Нет подключения к интернету, сейчас, секундочку. Сейчас мы проверим. Ага, Wi-Fi у меня отключен. Сейчас, секунду. Так, закрыть все. Еще раз попробую, ну, простите меня. Так, что-то не пойму, почему он меня отключен. Обычно всегда сразу подключен. Так, все, я прошла, прошла по ссылке. Вот видите, Dolce Lookbook, он загружен в интернете, да, то есть, когда вы пройдете по ссылочке. И вот, смотрите, мы с вами заходим, посмотреть. Так, и вот здесь, видите, вот она идет, как бы, и фотография готовых ногтей, да, реклама. Варианты цветов, которые предложены в этом наборе. Так, ну, это мы уже с вами все рассмотрели. Ну, и самое ценное, конечно, то, что здесь есть целая куча вариантов готовых дизайнов. То есть, все это можно взять, посмотреть. И, то есть, долго не мучиться. Видите, сколько вариантов вам предложено. И здесь в дизайнах применены только гирлаки из набора и только декорации из набора. И получается у вас целая куча всяких разных вариантов на любой вкус и цвет. И если мы с вами говорим всегда о том, что не надо на всех ногтях этого делать. Ну, не надо, ради бога. Не, ну, есть клиенты, которые, конечно, любят там все лучшее сразу. Вот, и на десяти пальцах. Ну, ради бога, это должно и стоить, соответственно. А если, как бы, вы просто пытаетесь приукрасить просто на одном пальчике. Вот вам целая куча решений, гирлаки, цвета гирлаков и декорации из набора Дольче. Видите, вот целая куча. Чем хорош еще дальше? Так, как это все смотрится на ногтях. Видите, как красиво, ярко. И, конечно же, есть мастер-класс. Выполняем покрытие Дольче розовый, да, там сушим, вырезаем. Там положили на мокрую салфетку и так далее. То есть, все здесь написано, то есть, без всяких проблем. Так, или вот, например, вот такой вот вариант. Видно? На всех пальчиках, в принципе, по чуть-чуть. Ну, не на всех наврала, там на бизинце ничего нет. Ну, как бы, тут же готовое решение. Вот еще один вариант дизайна. Вот он. И опять же, с полным мастер-классом, с полной выкладкой. И даже если мастер не рисующий, тут все по этапам написано. То есть, очень классно, и вот как бы в этом плане. То есть, не просто вам предложили, там, ой, купите супер-пупер, у нас есть набор гирлаков, там, купите, потратьте деньги. Нет, ну, тут же вам предлагается, как это все можно применить на ногтях. Так, и даже я, вот как бы, как красиво. Мы сейчас вот этот значок куда-нибудь обязательно прилепим. Видите, вот они. Красивые, с цветочками и так далее. Тольчик габана. Так, и вернусь сюда на первую страничку. Если в машинописном тексте вам непонятно что-то, то есть, там все написано, что на ней носим, сколько сушим, как прикрепляем, как закрепляем, здесь в электронном лукбуке есть еще и мастер-класс. То есть, конкретно все написано и все показано, каким образом все это дело делается. Вот, поэтому вот и ценные вот такие вот наборы от Эми. Я, конечно же, хвалю Эми. Конечно же, я здесь там живу и, конечно, работаю материалами Эми. Но, знаете, просто вот реально, когда начинаешь искать, что сделать, как сделать, даже клиенту, пока он сидит, если он хочет что-то там, например, каким-то цветом покрыть, вы можете предложить открыть ей вот этот вот интернетовский лукбук, посмотреть, и она что-то выберет оттуда. Вы будете на 100% уверены, что вы это сможете сделать. Так, ну что, выключаю телефон. Так, и буквально сразу давайте мы с вами что-нибудь уже сразу сделаем. Добрый день, Наталья. Я не удержалась и купила дольче, хотя гель-лайки уже столько, что девать некуда. Ну, уйдет, уйдет. Ну, черный, да, немножко такой цвет? Ну, опять же, вот я, например, люблю черный цвет. Мне кажется, он самый красивый из этого набора. Прям смотрю, а он самый красивый, понимаете? Если выбирать из всех четырех цветов. Но летом вот эти три цвета, конечно же, они уйдут на ура. И это могут быть и руки, это могут быть и ноги. То есть без всяких там проблем. Так, еще раз напомню, что есть такое вот внутри набора карточка. Хотя, знаете, тут и снаружи есть. Вот оно. То есть я думаю, что это, в принципе, оно же. И тут вот есть варианты дизайна. То есть есть набор, и можно воспользоваться всеми декорациями. Так, ну что? Ну что, предлагаю сделать какой-нибудь вариант дизайна, конечно же, да? Я не удержалась, все купила, присоединилась к трансляции. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Подскажите, пожалуйста, как красить, чтобы светлые оттенки не пляшили. Никак не могу покрыть. И в 20 все равно может есть лайфхак. Нет, никакого лайфхака нет. Абсолютно, Эльза. Надо просто реально тонкий слой наносить. Первую сделать слой, подложку, очень тонкой, постараться равномерно. Прям чуть ли не с продиранием. Первый слой нанесете очень тоненько, аккуратненько. И тогда второй слой ляжет и не будет полосить. Какая же цена? Я надеюсь, что сейчас нам девчонки-помощники напишут, нам подскажут цену наборчика этого. Если нет, то мы попытаемся найти с вами в интернете, ну, чтобы не быть голословной. Потому что мне кажется, что сейчас на него скидка. Я не хочу быть голословной. Нам нужно будет... Сейчас мы прямо в интернете, Ирина. Потому что я уверена, что есть скидка на него. Ирочка, будь добра, скажи нам цену наборчика на сегодняшний день. Итак, значит, ну, пока нам сообщают. Набор сейчас со скидкой... А, ну, вот видите, написали нам официальная группа. Прекрасно нас услышали. Набор сейчас со скидкой 3.100. То есть это получается 4 гель-лака, 10 разных декораций и плюс электронная книжка, да? В которой есть мастер-классы как текстовые, так и живые мастер-классы, в которых можно будет посмотреть, как это все дело сделать. Итак, девчат, ну что, поехали. Я хочу предложить вам сделать градиент, как обычно. Потому что считаю, что градиент, это как вот, знаете, какой чинаж должен у всех отлетать из зубов. И, например, мы возьмем с вами два цвета и сделаем что-нибудь с градиентом. Значит, для градиента нам потребуется кисточка. В нашем случае это кисточка... Сейчас я возьму салфеточку. Кисточка омбре называется номер 4. Никаких других кисточек для градиента у Эми нет. И перед началом работы любую кисточку, девчат, мы, конечно же, смачиваем в базу. В базу, просто в жидкую базу. Ничего сверхъестественного. Возьмем вот так сейчас коробочку. И любую кисточку перед началом работы мы аккуратненько размещаем вот таким вот образом. Капельку базы на где-то на палитрочке и обязательно промываем кисточку. Вытираем салфеточкой. Так, кисточка омбре, четверочка. Четверочка. Так, никаких других кистей у нас нет. Ничего, не добавляю дополнительно ни акриловую пудру, ничего абсолютно. Просто делаем с вами градиентик. Итак, верхний цвет я обычно всегда наношу примерно одну третью часть ногтевой пластины. Второй цвет наношу примерно две третьих части ногтевой пластины. Слой не должен быть толстым, слой должен быть тоненьким, аккуратненьким, потому что, как и любое покрытие, градиент мы с вами будем делать в два слоя. Итак, смешиваем два цвета между собой, вот таким образом. Сначала тоненько все нанесли, а теперь аккуратненько смешиваем. Девчат, я беру всегда и смешиваю их по серединке два цвета, которыми покрываю ноготочек, чтобы сделать градиент. И получается верхний цвет, смешанный цвет и нижний цвет. Кисточку обязательно вытираю салфеточкой. Это может быть безворсовая салфетка, это может быть влажная салфетка. И после этого, девчат, если цвета очень яркие, а в данном случае я считаю, что цвета очень яркие, да, можно еще подмешать границу. Вам так проще будет потом плавно перенестись из одного цвета в другой. Ну и теперь аккуратненько чистой кисточкой от кутикулы туда-обратно чуть ниже, туда-обратно чуть ниже. Это только первый слой, никакой паники, что бы ни происходило, надо, чтобы ни один нерф на вашем лице не дрогнул. Самое сложное в дизайне, которое мы сейчас будем делать, это градиент. Ну и его можно запросто победить. Так, смотрю на типсик сейчас через телефон практически, мне не очень удобно, но я думаю, что справимся. Даже если вдруг где-то будут какие-то погрешности, ничего страшного. В нашем дизайне в дальнейшем планируется закрепление на поверхности множества слайдеров в виде цветочков, поэтому какие-то погрешности будут не видны. Но и тем не менее, так вот примерно, да, чтобы более-менее равномерное покрытие было. Пока не смотрите на вот эти всякие ямочки и канавочки, смотрите на цвет. А я считаю, что в принципе цвет перешел плавно, поэтому я сейчас возьму и просушу этот вариант, просушу 30 секунд. И после того, как первый слой высох, ну высохнет 30 секунд, да, мы с вами сделаем второй слой. Я предложила взять вот этот вариант, потому что здесь в принципе и вот в этом варианте, и вот в этом варианте, видите, там цветочки на заднем плане, плюс вот украшение из красивых разноцветных камушков. Так, просушили 30 секунд и просушиваем еще разочек. Итак, для всех, кто не умеет делать градиент, самый простой способ. Наносите тонким слоем примерно на одну третью часть ногтевой пластины верхний цвет кисточку. Прижимаете, распределяете очень тонко и равномерно, примерно на одну третью часть. Две третьих части займет ваш второй цвет. Вы точно так же можете там, допустим, сильно-сильно близко не приближаться, да, ну дабы не испачкать кисточку. Все-таки яркий такой розовый, чтобы на кончик не попал темно-фиолетовый оттенок. Ничего страшного, можете подтолкнуть впереди себя кисточкой, кисточкой-герлочок. Так, и теперь смешиваем. Смешиваем аккуратненько, вот видите, в центре аккуратно все движения кисточки сверху вниз, вот сверху вниз. Аккуратно, когда делаете это часто, отдельные полосочки превращаются в одну сплошную линию. Кисточку вытираем. И чтобы облегчить себе работу, я смешиваю верхний цвет и нижний цвет. И смешанный цвет и нижний цвет. Конкретно в дизайне, который мы сейчас будем делать, когда мы закроем большое количество площадей цветочками, на самом деле вы мне сможете сказать в конце, зачем столько там трудов, зачем столько времени потратили. Но ведь на самом деле, может быть, вы просто будете делать градиент, да, и ничего не будете прикреплять на поверхность. А эта техника хороша абсолютно с любыми гель-лаками, неважно, какие вы цвета будете смешивать, неважно, в каком количестве. Техника у нас всегда одна и та же. Ну, единственное, что многие мастера, даже, допустим, кто-то работает в компании, вот Эми, или там, допустим, ну, вообще, как бы многие мастера не обязательно привязываться, допустим, там, к Эми, с акриловой пудрой, то есть посыпают на акриловую пудру, да, и по акриловой пудре уже смешивают цвета между собой. Ну, девчат, ради бога, это кому как удобно. Давайте мы не будем на этом зацикливаться. Кому-то так удобно, кому-то так удобно. Я считаю, меньше телодвижений. Просто кисточкой прошелся сверху вниз, натянул верхний цвет на нижний. И, в принципе, все. И вообще хочется сказать, что качество градиента, конечно же, зависит от количества сделанных раз. Так, просушиваем. И теперь нам нужно с вами взять какие-нибудь цветочки, ну, я предлагаю, конечно же, вот такие, да, и разбросать по ноготочку, причем можно просто хаотично, хаотично. Не буду брать сильно большие. Давайте, например, возьмем... Давайте, например, возьмем вот такой вариант. Можно даже где-то, если вдруг где-то не влезет, можно и пополам цветочки разделить. Давайте возьмем вот это. Давайте возьмем вот здесь. Я даже пыталась... Вчера, готовясь к эфиру, нашла в интернете просто показ Дольче Габбана, и там, конечно же, платье с огромным количеством цветов, вот этих камней. Аж прям глаза разбежались. Я, конечно, понимаю, может быть, если бы я носила платье от Дольче Габбана, и мне дали бы кто-нибудь поносить такое платье, может быть, и мне бы было хорошо. Ну, не знаю, эстетически, конечно, вот оргазм, скажем так, я испытала, потому что, ну, очень красиво. Ну, очень, блин. Немножко на себе это не представляешь. Ну, каждому свое, как говорится. Ну, очень красиво. Так, вот, нарезала себе цветочков целую кучу. Можно еще парочку каких-нибудь, знаете, одиноких, одиноких цветочков. Давайте вот тут вот вырежу еще. И все эти цветочки мы сейчас быстренько накидаем на мокрую поверхность салфеточки влажной. Так, я даже пинцет взяла, это нечасто бывает, я его вечно куда-нибудь теряю. Видно, вот так вот сейчас мы их разбросаем. Не знаю, как это все поместится у меня на ноготочек, но что-нибудь придумаем, набросаем. Так, еще я хочу взять как раз-таки, ну, приготовить, давайте какой-нибудь дольчик габана какой-нибудь знак. Ну, похоже на дольчик габана, конечно же. Не совсем дольчик габана, этого нельзя делать как бы, да? Ну, и тем не менее, вот такую какую-нибудь красивую штучку-дрючку. Так, еще можно, например, пристроить сюда же какой-нибудь замечательно симпатичный бантик. Так, вот сюда вот так. Бантик. Так, ну и давайте какую-нибудь, знаете, еще вот, мне очень нравится, цепочку. Ну, с цепочкой мы определимся чуть попозже, потому что я не знаю, на какое расстояние. Ну, чтобы лишнее не резать, да, чтобы вот аккуратненько как бы обойтись. Посмотрим, какое количество нам нужно будет этих камушков, поэтому мы чуть попозже их. Так, теперь прикреплять слайдеры мы, конечно же, будем на слайдер-топ. Если слайдер-топа нету, то, конечно же, можно взять и присоединить это все дело на базу, на базу, на жидкую базу. У меня остались немножко погрешности в градиенте. Поверьте, это сильно в глаза бросаться не будет, но и тем не менее, будет видно, что все-таки под кутикулой ноготочек потемнее, а на свободном краешке более светлый. Буду периодически показывать, но знаете, мне очень нравится, прикольно. Не знаю, на себе я, может быть, не очень представляю, хотя представляю очень красиво на Кате Мирошниченко. На ней очень все это смотрится здорово и красиво, смотря как это носит кто, да. Вот, все должно соответствовать, конечно, и имидж, и прическа, и одежда, и ногти. Мне нравится просто даже смотреть, ну, вот просто, красиво. Сам себя не похвалишь, кто еще похвалит? Ну, мне правда нравится, очень красиво, ярко, красиво, с камушками смотрится здорово. Так, слайдер-топ мы с вами нанесли, просушили. Так, ну, а теперь, кстати, можно взять штампик, да, можно штампиком, ну, чтобы так метиться, куда ставить. Сейчас, секунду, девчонки. Надо аккуратненько от мусора так все убрала. Ну, видите, вот на подушечку взяла. На самом деле можно было и так, но должно же быть все красиво, эстетично так. Вот так, например. Давайте продолжим. Так, вот здесь у нас будет с вами целый гербарий, это как это, гербарий, да, называется, когда, правда, сухие цветочки, но у нас с вами такие нарисованные. Так, ну, давайте еще один, для полного счастья. В лучших традициях Дольче Габбана и Ростова-на-Дону. Давайте вот сюда. Я бы даже чуть-чуть на край подвинула. Если слайдер-топ немножечко не досушите, просушить его не 30 секунд, а 10-15, то слайдер можно, даже уже прикрепив на поверхность, немножечко сдвинуть с места, а потом досушить. И уже когда досушите, вот уже тогда, конечно, ничего сдвинуть с места вы больше не сможете. Так, ну, давайте, не знаю, чтобы мало не показалось. Так, один вот сюда. Ну, и хватит. Ну, и хватит, и так очень много. Так, все это дело подсушиваете, девчат, конечно же. После этого нам нужно прикрепить с вами еще украшения, да, допустим, допустим, украшения. Можно, знаете, просто чтобы лишний слой слайдер-топа или базы не добавлять. Следующие слайдеры, даже объемные слайдеры, можно... Так, 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 я глаза просто поднимаю. Катя на ноготочке видела своими глазами, даже сфоткала. Это очень много. Это очень круто и красиво. Мега... А, мега круто и красиво. Ну, вот, ну, я тоже так считаю. Мне просто даже нравится смотреть. Так, просушила. А теперь, девчат, чтобы прикрепить следующие слайдеры, достаточно того, что вы возьмете просто ультрабонд, ультрабонд или праймер, обработаете поверхность ваших слайдеров, и следующие слайдеры прикрепите именно на ультрабонд, на ультрабонд или на праймер. Все, обрабатывайте. Потому что вы же должны четко понимать, ведь слайдеры же, они не имеют остаточной липкости. Так, у меня вот тут вот лишний цветочек, и мне нужно было бы, конечно, взять бафик, я что-то уже не буду подпрыгивать. Я сейчас ножничками уберу аккуратно. И можно прикрепить следующие декорации, это же тоже переводные картинки, с помощью как раз-таки на ультрабонд или на праймер. Так, берем картинку. Прикрепляем. Так, получилось у меня посерединочке. Вот прямо на ультрабонд. Так, я тут еще вырезала бантик с камушками. Очень мне зашел он. Я, кстати, по-моему, на всех вариантах его добавила. Ну, не на всех, но если не на всех, то на большинстве. Очень нравится, прикольно смотрится. Так, и вот то, что я говорила, что с цветной цепочкой определюсь чуть позже. Ну, я просто примерно замеряю, да, сколько камушков мне надо. Ну, вот, покрасный камушек. Ну, просто, чтобы не использовать лишнее. И тоже быстренько в водичку. Так, и сюда перенесем. Можно также на подушечку взять быстренько. Вот так вот. У меня чуть-чуть сместился, да, акцент куда-то. Вправо. Ну-ка, давайте-ка чуть-чуть подвинем. Ну, вот так. Почти ровно получилось. Под камерой очень неудобно. Попытаюсь еще чуть-чуть подвинуть. Так, ну и в конце концов, конечно же, мы все это дело закрываем с вами топом. Топ может быть любым. Это может быть матовый топ, это может быть глянцевый топ. Ну, я не вижу смысла в матовом топе, да, все-таки, лучше все-таки взять что-нибудь такое, ну, блестящее. Ну, в нашем случае это может быть Теклос топ без липкого слоя, да, глянцевый. В нашем случае может быть это Ультрашайн, кстати. И как раз-таки уже точно сверху уже ничего прикреплять не надо. Можно перекрыть как раз-таки Ультрашайном, потому что очень хороший, блестящий, глянцевый, менее подвержен всяким механическим воздействиям, меньше царапается, лучше носится и так далее. То есть Ультрашайно как стекло. Вот. Но если вы не делаете хорошее укрепление, то все-таки его лучше не наносить. Потому почему? Потому что он как стекляшка. Он может треснуть, лопнуть, если ноготь будет, если основа будет очень подвижная, да, то есть мягенький ноготочек будет. Так, чуть-чуть. Вот так и хочется подвинуть немножко. Так, и хорошо бы вот с этих камушков убрать лишний материал. И как раз-таки это можно сделать с помощью кисточки той же, для градиента. Только полностью ее вытереть. Вот я ее сейчас вытирала. И аккуратно камушки, вот так аккуратно, аккуратно, как будто бы вы снимаете излишечки. Излишечки. И вот аккуратно убираете лишний материал, лишний топ с поверхности камушков. Просушиваем. Так, ну, в принципе, дизайн готов. У нас еще есть время. Я предлагаю сделать какой-нибудь вариант. Ну, хотя бы там вот наполовину. Мне очень нравится с прозрачной вуалью. Ведь я думаю, что многие мастера знают, как это сделать. Можно взять немножечко Dolce Black, да, из этого же набора. Мой любимый черный. Немножко взять. И смешать с любым прозрачным топом. Мне больше нравится, знаете, еще мешать с матовым, топом. Очень прикольно смешивается. Вельвет топ. Мы все равно потом глянцем покроем. Ну, просто, мне кажется, он меньше полосит, когда смешивается с матовым топом. Так, беру какую-нибудь кисточку, типа овал 4, например, да. Смешиваем. Такой, видите, полупрозрачный. Иногда ученики у меня спрашивают, вот эффект колготок покажите, пожалуйста. Я, если честно, первое время никогда не могла понять, какой эффект колготок, какие колготки с меня спрашивают. Так, ну все, тут у нас, конечно, высохло. Немножко сдвинулся мой центр сбоку, но ничего страшного, будем считать, что так и задумано. Я сейчас этот типсик сюда размещу к общей массе, потому что тут не везде есть вот именно центр, да, вот все, видно. Пополним сейчас, и вот сюда сейчас еще один вариантик добавим с вами. А это вам просто как варианты для работы. Ультрашайн, наверное, наносить лучше на длинные ногти, чем на короткие, да. Так, Светлана спрашивает, так, Катя на ноготочке видела, Ультрашайн, наверное, наносить лучше на длинные ногти, чем на короткие. Нет, тут смысл не в длине, тут смысл в основе, то есть как бы хорошее моделирование. То есть как бы Ультрашайн хорошо, знаете, даже вот многие говорят, Ультрашайн лучше наносить там на гелевую систему, да, ногтей употреблять в акригелевые ногти, гелевые ногти, ну, то есть на твердую поверхность, а Текласс на мягкую поверхность. Если вы делаете хорошее укрепление базы, Если вы хорошо укрепляете стрессовую зону, если вы не просто помазала и посушила в лампе, да, один тонкий слой базы, а именно сделали моделирование базы, укрепление базы, выравнивание базы, если вы укрепили стрессовую зону, то будет хорошо стоять любое цветное покрытие, на таком покрытии будет хорошо стоять ультрашайн. Не от длины зависит, а именно, понимаете, от вот этой стрессовой зоны, то есть как бы чтобы материал был, чтобы основа, ноготочка, да, была плотная, хороший был фундамент. Тогда будет стоять любой, в принципе, топ, неважно даже какой он. Так, ну а мы с вами продолжаем. Так, я быстренько ищу глазами типсик и на что его прикрепить. Так, секундочку. Секундочку, секундочку. Потерялась, я хочу этот типсик прикрепить. Итак, значит, я смешала матовый топ с капелькой черного гель-лака из коллекции, из набора Дольче. Типсик у меня такой, сам как будто закамуфлирован, да, такой розовенький. Так, значит, покрываем часть ноготочка полупрозрачным. Давайте вот так сделаем. Полосит от того, что очень мало материала и типсик скользит. Надо, знаете, чтобы не полосило, надо все-таки взять и чем-нибудь покрыть, тогда оно так не будет, чтобы не портить вам впечатление от дизайна. Давайте возьмем какой-нибудь камуфлирующий гель. Очень люблю 151-й. Очень люблю. Прикольно смотрится. Такой, знаете, цвет камуфляжа с легким-легким шиммером. Будем считать, что мы смоделировали ноготочек камуфлирующей базы, потому что, чтобы нанести вот этот полупрозрачный цвет, да, чтобы было видно, что тут он по пластмасске скользит, вот это на полосочке распадается. Полосит, кстати. Кто-то же задавал вот уже вопрос по поводу, как нанести, чтобы не полосило. Так что я сейчас бы по полной программе бы ха-ха-ха, можно было бы надо мной сделать. Так, типа мы смоделировали ноготь базой, просушили, а дальше будем как раз-таки наносить вот это цветное полупрозрачное покрытие. Так, просушиваем. Так, и теперь вот на полноготочка, ну вот, совсем другое дело. Один разочек нанесла. Подсушила тоненьким слоем. Сейчас второй разочек нанесу. Это я смешала капельку черного гель-лака, да, из коллекции Дольче с матовым топом. Видите, такой полупрозрачный. Подсушили. И еще разочек. Тоненько-тоненько. Ну, интенсивность вот этого полупрозрачного цвета, девчат, ради бога, да. Кому как больше нравится. Кому-то нравится более прозрачное покрытие, кому-то нравится более плотное покрытие. Ну, опять же, кому как. Все. И теперь сразу же, чтобы сэкономить немножко времени, можно было бы это все подсушить, наношу как раз таки цвет уже непосредственно в чистом виде. Так можно поступить с любым цветом, девчат. Любой цвет подмешать сначала, например, с прозрачным каким-то топом, базой. Я смешала с матовым топом, мне кажется, поаккуратнее прям даже смотрится. Ну, опять же, это не важно. Вы когда топом покроете, все это выровняется, и все будет смотреться одинаково хорошо. Так, получилось пополам? Да, получилось. Просушиваем. Можно, знаете, сделать такие легкие складки вот на этой вуале, которую мы с вами сейчас только что как бы нанесли. Можно взять немножечко, сейчас покажу, этого же матовый, капелька черного, допуталась, вот она. Можно взять какую-нибудь кисточку тоненькую. Так, надо промыть в любом случае в базе. Взяла кисточку идеально, мазочек номер ноль, сейчас я ее в базе вот так аккуратненько промою. Вытру салфеточкой. И вот смотрите, можно взять, сделать как будто бы складочки. Матовый топ. Чуть-чуть темнее цвет. Тут у нас закроется вот это все место цветочками на самом деле. Но сейчас вам покажу просто складочки, можно будет как раз таки сквозь цветочки посмотреть. Вот здесь вот немножко затемняю по границе. Так, я просто пытаюсь прочитать. Нам посоветовали, девчат, вот на самом деле классный очень совет. Вот я на глянцевую типсу начала наносить топ смешанный, да, с черным гель-лаком. И было видно, как он начинает полосить. Ну, потому что по пластмасске по голой. Можно было забафить, да. Ну, я пошла по пути наименьшего сопротивления. Я просто взяла и покрыла каким-то цветом. И по липкому слою как раз таки очень даже хорошо у нас все нанеслось. Так, и я вот, например, сейчас взяла тонкую кисточку. Чисто символически. И вот чуть-чуть вот так вот наверх. Как будто бы вроде полосим, но это вроде как будет все-таки как вуальс, как складки будут смотреться. Так, просушиваем. Ой, девчонки, к нам вот тут вот девушка присоединилась, Юлечка. Юля, привет. Сто лет не виделись. Надеюсь, что у тебя все хорошо. Юля Лапшина. Шикарный мастер. Мастер своего дела. Вот. Шикарнейших ногтей, шикарных дизайнов. Юля, лови воздушный поцелуй. Так, подсушили. И теперь, девчата, мы определимся, да, что мы прикрепим. Ну, можно вот, например, взять с черным цветом, посочетать белые цветочки, а можно посочетать вот эти слайдеры, например, с красными цветочками. Давайте, вот, например, с белыми у меня уже просто есть. С белыми цветочками у меня уже есть. Давайте я возьму, сделаю с красненькими. Хорошо? Вы не против? Можно также повырезать несколько вариантов. И двойных цветочков, и одинарных. И поскладывать их в мозаику по границе между одним цветом, да, и вторым прозрачным. Это у меня тут мокрая салфеточка лежит. Давайте сюда цветочков накидаем, а потом посмотрим, составим из них мозаику. Ну, вроде как лишнее не особо хочется резать, но и тем не менее. Давайте вот так вот и хризантемы, и маки. Вопрос, для чего промывать кисть в базе перед нанесением? Остатки убрать предыдущих цветов. Я же, допустим, там делала градиент, да, и мне нужно, чтобы кисточка была чистая. Я в капельке базы промываю. Кисть становится мягкой, пропитана базой, очень хорошо потом наносятся другие гель-лаки, допустим, да, или гели. Вот, и когда вы в базе промываете, кисть просто становится мягче, просто ее легче работать. А любая база, она очень хорошо очищает кисти от предыдущих цветных гель-лаков или гелей и так далее. Так, ну давайте я вот так вот так возьму. Ну что еще может быть? Ну чтобы дорого-богато было. Ну или посмотрим, сейчас мы добавим прямо на ходу. Так. Значит, наносим слайдер топ. Наносим слайдер топ. Если слайдер топа нет, девчат, можно нанести просто тоненький слой базы. Тонкий-тонкий-тонкий слой. Ну, опять же, смотрите, вот по поводу слайдеров. Можно, в принципе, базу нанести только туда, куда вы слайдер прикрепите. Или слайдер топ нанести только туда, куда вы будете прикреплять базу. Ой, простите, слайдер. Но вы знаете, вот у меня лично такое мнение все время, что, мне кажется, если наносить точечно куда-то слайдер топ, значит, в этом месте ноготь будет толще. А, например, в другом месте ноготь будет тоньше. Мне кажется, когда ты наносишь одновременно тоненьким слоем на всю поверхность, толщина ногтевой пластины как раз-таки получается везде одинаковой. Так, ну, потихонечку начну вот так аккуратненько. Цветочки прикреплять вот так на границу. Так, видно? Хорошо. Так, давайте, например, ну, вот этот сюда однозначно сейчас пойдет чуть ниже. Можно немножко наискосочек сделать, да? Вот так, чуть ниже. Ну, не знаю, хочу еще, конечно же. Ну, чтобы дорого-богато было. Мы уже договорились, да? У нас сегодня с вами новая формула. Все лучшее сразу, как положено в городе Ростове-на-Дону. Знаете, как положено в городе Ростове-на-Дону и Дольче Габбана. Когда там тоже все много-много всего абсолютно. И украшений, и цветы, и кружево. Очень понравились тоже варианты дизайна с кружевом. Я тут только вам показывала. Видели, да, наверное, вот этот вот кусочек черного, кусочек кружева плюс украшалка. Вот две трети части ноготочка зеленым цвета покрыта и перекрыта кружевом. Видите, чуть-чуть розового и кусок кружева вырезала, просто прикрепила. Очень прикольно смотрится. Или вот так по границе просто камушки. Делать быстро, на самом деле. Смотрится дорого-богато, а делается очень быстро. Так, ну что, хочу еще какой-нибудь малюсенький цветочек, не знаю. Так, чтобы вот по самое не хочу. Давайте еще вот этот вот, с краешка вот этот, например, мак добавим. На самом деле, да, дизайны, в которых не нужно рисовать. Все уже давно придумано за вас, да, просто нужно это взять и воспользоваться. Так, и вот сейчас у меня этот цветочек следующий зайдет вот на предыдущие. Например, где-то вот здесь вот хочу прикрепить его. Значит, хочу, допустим, и он зайдет, вероятно, у меня на цветочки предыдущие. Поэтому однозначно ультрабонд или праймер нанесите. Ну, чтобы лишний слой слайдер-топа не нанесить. Вот все, ультрабонд нанесла. И прямо на ультрабонд. Вот где-то... Ой-ой-ой, потерялась. Ну, вот так вот. И заодно, и заодно, и здесь праймер. Так, ну, а теперь... А теперь, девчат, нам нужно определиться, какое мы украшение, да, с вами пристроим сюда. Я пока подсушу в лампе. Так, и давайте какую-нибудь маленькую украшалочку. Буквально малюсенькую, да, опять же. Можно какую-нибудь вот такую штучку, дрючку, да, пристроить. Давайте, чтобы долго не думучиться. Я сейчас отрежу нижнюю капельку здесь, а сюда потом пристрою чуть побольше. Так, водичка. А сюда возьму вот такие, видите, вот более крупные камни. Хотя можно было просто чуть ниже. Но на самом деле не принципиально важно. Так, ну, вот тут какой-то такой крестик для украшения. Так, ну и что, прикрепляем. Так, вот это у нас элемент обозначения нашего крутого дома мод. А в нашем случае дом мод, это, конечно же, у нас Эми. Вот так. Так, камушки вот сюда. Ну, тут вот еще какой-то такой крестик с камушком. Ну, чтобы это было не похоже не на крестик, а просто как на держатель, да, какой-нибудь. Вот сюда его вот так. Не сильно видно, но зато. Ну, так, все это дело, конечно же, просушиваем. Так, посадили все на праймер, на праймер. Ну, то есть, как бы, если вы, допустим, нанесете, конечно же, вот эти верхние уже объемные камушки на... Скажите, ну что, на праймер или на слайдер-топ? Да, если нанесете слайдер-топ, хуже не будет, ради бога. Пусть будет слайдер-топ, неважно. Просто я, как бы, ну, про то, что, чтобы не добавлять лишний слой. Вот, нанесете на слайдер-топ, прикрепите на поверхность, замечательно. Нанесете на праймер, тоже хорошо. На праймер, на слайдер-топ, неважно. А вот теперь уже закроем все это дело топом. Все это дело топом. Не очень удобно из-под телефона. Вот сейчас опять поймала себя на мысли, на то, что я, как бы, немножечко опять скосила серединку. Когда смотришь только с одной стороны, сверху телефона. Так, все, закрываем. Кисточкой для градиента убираю излишки. Так, столько осталось найти. Кисточку для градиента шла. И вот здесь, просто между камушков, вот здесь, аккуратненько, для того, чтобы камушки выделились, я просто убираю немножко лишний материал. Как будто бы излишечки. Вот именно с района, где стоят у нас камушки. Так, вот тут какой-то вопрос. Не могу уловить, что приобрести. Как приобрести? Кисть становится мягче, послушной. Так, Лана, вот вопрос, для чего промывать кисть в базе? Перед нанесением спросили. Мы сказали, что кисть становится чистой, мягкой. И очень, да, действительно легче наносятся любые. И рисуется очень легко. Ой, тонкие линии, толстые. Покрывать очень легко. Спасибо. А дальше вы спрашиваете, как приобрести. Тут есть кто-нибудь? Все тут. Какая тема эфира? Татьяна Владимировна спросила. Мы взяли в работу набор Дольче. Дольче. В который входит 4 лака, гель-лака. И целая куча декораций. И с этими декорациями я показала парочку вариантов. Декорации у нас вот такие. Это все входит в набор Дольче. 4 гель-лака от Эйми. Декорации с цветочками, с камушками. Входит туда же... Может быть, попробуете, кстати. Знаете, вот как бывает с экрана. Фотографируешь, да, и можно пройти по ссылочке, посмотреть. Там будет, по-моему, штук 80 вариантов дизайнов с этим набором. И машинописные тексты, как сделать мастер-класс, да, прописан. И живые мастер-классы, в которых можно посмотреть, как сделать эти дизайны. На самом деле они совершенно несложные. Просто очень много вариантов. Вот. И пока я вам говорила, сейчас я вот сюда прикреплю. Оп. Потеряла на ходу еще один типсик. Может быть, кому-то понравится, да. Кто-то вот не очень любит многое, все лучшее и сразу. Вот. Ладно, приобрести товар. Да, пожалуйста, официально Эйми, Эйми онлайн, там, я не знаю, как он там. Напишите, просто наберите Эйми, интернет-магазин. И все, и как бы можно все купить через интернет. Либо по городам есть представительство. Головной офис находится в Ростове-на-Дону. Можно сюда, здесь, отсюда приобрести. То есть, вариантов очень много всевозможных. Так. Ну, а я просто пока еще вот держу на весу вот эти типсики с красивыми цветами, каменьями и цветов гель-лаков потрясающих. Девчат, ну, что хочется сказать. Впереди лето. Значит, в любом случае, яркие краски никогда никому из мастеров не помешают. Да, реклама, да, направлена, конечно же, на продажу. Но все равно я хочу сказать о том, что с набором вместе с вами, Маша Павлова. Спасибо большое. Значит, что хочется сказать. Очень много на рынках предложений. И дешевле, и дороже, да. Эйми и материалы. Это такой как бы премиум класс, то есть средний класс. Есть намного и дороже материалы. Дело в том, что вот что хорошо в Эйми. Вот что мне, например, нравится, да, как человеку там. Я много-много лет работаю, конечно, в Эйми, все понятно. Но мне нравится, что людям предлагают не просто гель-лак, не просто картинку со слайдером, а предлагают готовые решения. То есть ты взял как бы и воспользовался готовыми решениями. Тебе их вот, понимаете, впихивают. Вот, пожалуйста, сюда пройди, тут посмотри. Здесь вот варианты, здесь вот мастер-классы. Поэтому я считаю, что как бы, ну, классно, когда ты покупаешь, и уже все придумано, ты просто взял и воспользовался. А потом волей-неволей, знаете, просто включается какая-то фантазия, конечно же, включается. Даже вот у девчонок в классе, когда даже обыкновенная художественная роспись, вот они, допустим, один, два, три, четыре типсика, и потом они начинают сами тут же что-то такое вот творить, да, вытворять. Я все время говорю, творческие люди, они творческие во всем. Вот, и, конечно, вот дай только повод, они потом это все превращают в большое количество вариантов дизайна. Поэтому классно, когда есть материал, и классно, когда есть много идей, которыми просто нужно взять и воспользоваться. Ну что, девчонки, всем хорошего дня, побольше всем денежных клиентов, удачи в работе. Не могу сказать меньше работать, больше получать. Получать, конечно, хорошо всегда больше. Любимых клиентов, желание работать, чтобы все было хорошо, и до встречи в следующий четверг в 2 часа. Всего хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok